С годами мы становимся мудрее и взором мысли, проследив пройденный в жизни путь, осознаешь, что надо было бы хоть малость быть терпеливее и добрее. Так хочется плохое в прошлом, просто зачеркнуть. Стихи собственного сочинения. Настоящий полковник. В свои 80 Владимир Иванович Качимов выглядит с иголочки. Военная выправка. Кипельно-белая рубашка, китель, звенящий наградами, улыбка и бесконечная любовь к жизни. Отличник погранвойск 1-й и 2-й степени, награжденный медалями за боевые заслуги, за отличие в охране государственной границы СССР, за безупречную службу 1-й, 2-й и 3-й степени, ветеран вооруженных сил СССР. Сегодня он рассказывает о своем пути ученикам бариновской сельской школы. А ведь сам много лет назад сидел за этими же партами, потом объехал всю страну и вернулся на малую родину. Сегодня у нас в гостях почетный гражданин Села Бариновка, председатель Совета ветеранов Села Бариновка, председатель общественной палаты Нефтегорского района, полковник военной службы Качимов Владимир Иванович. Он сегодня для нас проведет урок мужества. Ну что, дорогие мои, в эту школу я в последний раз ходил в 1953 году. Я проехал действительно весь Советский Союз вдоль и поперек. Я же, говорю, начал, смотрите, с Калининграда, это самая западная точка Советского Союза. Побывал где? Под Кушкой, в Сыраксе, самая южная точка. На Селе я побывал только единственной на границе с Финляндой, в Выборге. А на Востоке, это, считай, в последнее время, я в Кореях, в национальном округе служил. Это, по существу, самая восточная точка. И служил на границе, смотрите, и с Польской Народной Республикой, и с Чехословакии, и с Венгрией, и с Финляндией, и потом, значит, с Турцией, с Ираном, с Афганистаном, с Корейской Народной Республикой, с Демократической Республикой, с Китаем, с Японией, с Соединенными Штатами Америки, то есть на всех границах побывал. Владимир Качимов охранял участки государственной границы с Польшей, Финляндией, Китаем, Ираном, Афганистаном, США, Японией, КНДР и Турцией. Больше 30 лет на службе в погранвойсках. Я начал заместить начальника парадонизации заставы, потом начальник парадонизации заставы, потом в комендатуре, старший офицер, замкоменданта, потом в отряде замначальника штаба, потом закончил академию военноучилища, в учебном отделе, потом старшим преподавателем на кафере, то есть уже готовил курсантов, сделал два выпуска. Все прошел. И от рядового до полковника. Я единственным не был только ефрейтором и младшим лейтенантом. Его безграничная любовь к родине, выдержка, находчивость и настойчивость в достижении поставленной цели помогали надежно охранять участки государственной границы СССР в Белоруссии, Украине, на северо-западе в Казахстане, в Туркмении, на Камчатке, в Приморье, в Азербайджане и Армении. В 1974 году я принимал участие в организации проведения встречи Брежнева с президентом Соединенных Штатов Америки Фордом. Это в ноябре 1974 года. Так что там тоже. Кстати, есть у меня и грамоты, и есть и одна заметка с этой, могу показать. После увольнения со службы с выслугой в 40 лет Владимир Качимов вернулся в родную Бариновку, в тот же колхоз, правда уже с другим названием. Устроился на работу и продолжил активную деятельность. Устроился на работу сразу начальником инженера по охране труда, начальником штаба гражданской обороны. А тут такие проводил районные учения. Ну что, а скажут, а мегапровод проходит. Поэтому тут приглашали всех руководителей. У нас весь колхоз, это было 10 невоизденных формирований. Мы их готовили постоянно, проводили учения, тренировки, занятия, все как положено. Вот в садике подвал, сделал там штаб этот, привез там эти кучи всевозможных там этих огнетушителей, противогазов, респираторов, плакаты, и там сделал такое здание было. То есть это, ну как назвали себе просто простыми словами, бомбоубежище, скажем так. И вот там все собирались. И вот со всего района, представляете, в нашем селе проходила эта гражданская оборона. Ну, казалось бы, село, там самое маленькое, есть там мощные села, как, например, Утеовка, там другие, там большие, где 7 тысяч населения, а у нас, примерно, там 900 человек. Нет у нас. Потому что он полкмонник, он так все это организовал, разбил все под группу. И там этот взвод спасателей, взвод там, там какой-то автомобиль, взвод того, взвод того. То есть все по шеренге стояли, все это проводили, выезжали в поля, все. То есть очень интересно. В 1995 году Владимир Качимов возглавил Бариновскую администрацию. Он положил начало созданию службы социальных работников по уходу за престарелыми и пожилыми жителями села. Расширил штат и пригласил на работу специалистов по молодежной и спортивной работе. Вложил много энергии и сил в решение хозяйственных вопросов. На автономное отопление пришло здание администрации, сельский клуб, школа и детский сад. Построили тамбур спортивного зала в местном образовательном учреждении. Вместе с сельчанами обозначили круг проблемы, решили, что надо оборудовать общественные колодцы, чтобы обеспечить подачу воды из реки для полива приусадебных хозяйствах. Много было инициатив в свое время сделанной, которые, наверное, реализовались уже в бытность сегодняшнюю. То есть те, которые были разведки, скважины, которые в этом году мы построили, новый водозабор за 58 миллионов, то есть истоком является именно Владимир Иванович, когда был главой в области тогда сельского нашего поселения. Он в селе такой человек, который переживает за все, за все хватается, допустим, какой-нибудь там проект, какая-то инициатива, все его интересует, за все переживает. Молодец, мы без него никуда. Он, конечно, очень активный, с любым вопросом к нему можно обратиться, он поможет всегда, всегда откликнется. В его биографии есть визит в самое сердце страны. В 1996 году Владимир Качимов от Нефтегорского района по приглашению правительства России принял участие в работе Всероссийского совещания в Государственном Кремлевском дворце с подвесткой дня реализация федеральной целевой программы стабилизации и развития агропромышленного производства на 1996-2000 годы. Ты очень активный человек, он у нас председатель сейчас Совета ветеранов, общественного совета, не только поселения, но и района. И как бы у нас в прошлом году была инициатива, озвученная как общественным деятелем, по поводу участия в государственной программе нашего губернатора «Содействие». В рамках реализации мероприятий мы произвели замену обелиска в нашем парке в канун празднования 75-летия Победы. И весь общественный совет в лице Владимира Ивановича принимали очень активное участие и в подаче заявки, и в проведении самих конкретных работ, приемки и открытия этого замечательного памятника на нашей территории. Как человек, допустим, особенно военный, если сказать, конечно, человек честный, порядочный, совести. Во-первых, ходит, допустим, он всегда, это естественно, пригалстуки, там такой чистый, показывает пример. Никогда, допустим, не горбатится, идет, допустим, то есть пример подает даже в таком возрасте, 80-летнем, он подает пример, вот, допустим, мы собираемся с детьми, даже им подает пример, понимаете, вот как должно быть все. Армия дала мне эту энергию, а то столько лет послужить, а там же какой распорядок, там хоть зарядка, нет вопросов, да. Холодной водой я говорю обливаться, я на Камчатке даже, вот жена подскажет, там купался до сих пор все время. И сейчас вот, я зарядкой каждый день занимаюсь, и каждый день тоже или душу, или обливаюсь, а как же, нет вопросов. Нет вопросов – присказка, которую Владимир Качимов будто не замечает, но произносит ее часто, а звучит она, как девиз по жизни. Нет вопросов – решим, сделаем, что можно. С 2008 года он продолжает работу на общественных началах, почти каждую неделю в местном клубе проходят заседания Совета ветеранов. По традиции, первым берет слово он и начинает с вопросов, что беспокоит, какие есть проблемы, и делает все возможное, чтобы донести мнение жителей до представителей власти всех уровней. Даже будучи на заслуженном отдыхе, он проводит его в делах и разъездах, принимает активное участие в военно-спортивной работе, в патриотическом воспитании молодого поколения. Владимир Качимов – постоянный участник военно-спортивной игры «Зорница» среди школ Нефтегорского района. Он к нам в школу приходит, проводим классные часы, встречаемся с ним, и в клуб постоянно приходят мероприятия, и вот совместно с библиотекарем мы проводили мероприятие, рассказывает о Великой Отечественной войне, о своей жизни и своей деятельности. Я думаю, что он активный житель нашего села и вносит огромный вклад в жизнь села и подрастающего поколения. С ним обо всем можно поговорить, обо всем. Вот мы когда к нему придем, ходили, он главой администрации был у нас, придем, расскажем, свои болячки выскажем, он что-то решит, что-то это самое. Вот. Ну, простой человек, как это, из народа, из деревни. Активный, с молодыми глазами, полными огромного житейского опыта. Для него главное богатство – его семья. С гордостью он рассказывает о детях и супруге, с которой они отметили 55 лет совместной жизни. Ну, жена попалась всем на радость, мне тем более. Ну, 55 лет вместе прожить. Мы отметили же и золотую свадьбу, и изумрудную свадьбу. У нас два сына родилось, у нас сейчас восемь внуков, три правнука, но это пока еще двое только женились, один женились, второй замуж, а еще шестеро. Вы представляете, сколько у нас будет правнука? А ему уже там за 20 с лишним лет. Это разве не радость? Это события, о которых никогда не забудешь. Почетный житель Бариновки, дипломант областной акции, хозяин села в номинацию мужчина, общественный деятель-активист, председатель Совета ветеранов своего села и председатель Общественного совета муниципального района Нефтегорский. У Владимира Качимова еще много идей и сил для их свершений. В 2019-м он стал финалистом областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Большие люди малого села». Куда бы ни забрасывала его судьба в самую южную или северную точку нашей страны, он уверен – дом там, где ты родился. И никаких других городов не надо, только родная Бариновка. Давайте радоваться жизни и вместе разгонять печали. Храните больше оптимизма, тепло повсюду расточайте, старайтесь быть чуть-чуть добрее, помочь, возможно, и советам, с годами станете мудрее и прозорее, и при этом. А сетина лицом короны вам будет сказочной наградой, а годы взгромоздятся троном. Но торопись – судьбу не надо.